Начаться. Твитч. Твитч. Проверяйте. Твитч. Да, вот он онлайн. Но я вот вижу заставочку. О, отлично. Йей! И Флик стоит рядом. Вообще просто не в тему. Но мне очень хотелось его запихать. Погоди, так это не профессионально? Это фотошоп? Ну да. Это не просто картиночку нашли? Не, ну была отдельная картиночка, где, короче, Салли с Майком, а я туда еще и муравья подсунула. Так, чтобы я не описывался по практике, нужно открыть страничку Пиксара в Википедии, потому что я постоянно пыду из Дремворкса. Это какие-то очень красивые. О, ну... Блин, по-моему, у них рисовка и методы, в принципе, достаточно сильно отличаются. Ну да. Ну да. Я не разбираюсь. Я ничего не понимаю. Я вот мистер Пикос смотрел, мистер Пикос отлично. Ну, нет, у нас сегодня будет тепло и вам подстрелиться. Во. Да. Ну, меня, вроде как, показывает, что да, текет. Правда, я пока не вижу никого из пишущих чего-то вот такого и прочего. Ну да. Там сидит три человека. Ей, привет, зритель. Мы всем вам рады. Можно же посмотреть точно. Да. То есть... Да. Я вижу, что там сидит Джерифлин и я ее узнала. Я тебя узнала. Вот. Я вижу Дэд Джек Смит. Да. Какие-то боты. Дэд Джек Смит. Дэд Джек Смит это я. Куда будешь помнить. Вечера больше нет на телефоне. Здесь уже с ее камня. Нормально. Джерифлин пришла, можно обмазывать ее. Все, да. Можно обмазывать ее монстрами и насекомыми. Можно спрашивать его, типа, Джерифлин, а какой ты первый бунтик ты смотрел от Pixar? и какое впечатление он на тебя призм home, с точки зрения твоего детского восприятия. Пока ты думаешь на ответ то на этот вопрос, мы будем потихоньку начать... Друзья она что шла? Она что ушла? Она что там ушла? О! Ретыден... Вот. Денис очень тихий. ООООО thank you, сказали. Че, че за проблема? я попробовала тебя сделать погромче здравствуйте 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 рейд от здравствуйте очень приятно вас видеть тоже скорпион 321 здравствуйте флагитивус у вас тут смайлик с какой-то индийской тянкой нормально сам индийская тянка и всех тянков главное скажите там денис поменялся нет вы в прошлый раз фиксили как это дело громкий шум и тихий сокастер надо сделать наоборот уважаемый сергей вы говорите слишком сложно мне бы сейчас тоже сидеть и понимать хотя бы водитель спросит тебя из заклинания жреца я жрица ночи до жру по началу исключительно турине огонь или как-то ведь бы велась в ду 3 диагония флагитивус мы тебе поняли счастье без инду все расскажем растите уважаемого стоп очень приятно вас видеть на этом стриме я я принял я принял ваш отказ так сказать который вы не сделал все и все еще тихо и шипит все у вас происходит как соседи решили что самое время начать что-то делать а это музей мирового океана сделал у нас под боком музей мирового океана иногда он делает однако однако я в него никогда теперь в оба тихия это концептуальный стрим плагите усы на я тебе расскажу интересно у меня не только под окном плавают киты я короче я тебе вот отвечаю я вот когда хожу на работу по утрам недоработаете по утрам 10 минут и я хожу мимо такого это что-то типа порта наверно это что типа порт и там просто все возможные прелести судостроения потом хожу там прям тип ты прикинь там прям всякие крейсера какие-то какие-то чуть ли не подводные лодки видел маленькую подводную красную лодку там есть полноценная подводная лодка почти как убитого типа только не желтая денис нормас денис хорошо дениса выправили я так понимаю люба нормас или люба еще надо жду когда все нормализуете сразу анонс дам но флаги тюс вроде тоже нормально флаги тюс но как бы на подтвердите там чё по звукам пока мак пока молчат фаги тюс первый донат в миллион долларов и будет желтая подводная лодка люба тихая ё-моё все со всеми здороваются джериф джерифлин между прочим я я повторю свой вопрос ты как ты была первая на этом стриме у тебя так сказать я не могу себя сделать потому что у меня начинает слышно сжижение компа люба тиховато да не так уж и тиховато любой может быть и тиховато но достукивается до ваших сердечек поэтому я достучусь до вас всех а может даже и допрыгну но это не точно потому что основные игры эти которые мы сегодня показываем это скажем там есть платформинг а я самый хреновый прыгатель из всех и новых прыгателем его нормально если покажет такую же скилл мэтт фокс то мы все будем то мы все будем до него извините мне очень перри киева требует чувствительность микро крутануть так я крутану уже просто если я выкручиваю еще сильнее то у меня начинает жужжать комп очень громко в микрофон и это не очень хорошо не знаю мне сейчас слышно себя нормально дениса нормально вроде вас обоих теперь хорошо слышно джерри плин да все тогда вообще полилась просто полилась три муля и так далее моя незаконченная мысль дорогая джерри плин как здравствуйте мэтт фокса лайф пишет просто замечательно здравствуйте мэтт фокса лайф кстати мэтт фокса лайф блог по балабангу будет лица как не в себе дорогая джерри плин так как вы были первой кто пришел на этот стрим соответственно один из самых топовых зрителей нашего стрима пожалуй самый любимый потому что пришли первое скорее всего сидели еще полчаса перед стримом и выжидали к вам есть замечательный вопрос джерри плин джерри плин сконцентрируйтесь женская часть нашей аудитории вы можете очень точно ответить на мой вопрос так как женщина они наиболее нежные существа и они могут так сказать так сказать более google глубоко осветить проблему джерри плин расскажите пожалуйста как вы могли заметить мы сегодня стримим игры которые имеют прямое отношение к некой студии pixar которые вам возможно что-то известное то мой вопрос к вам таков какой был первый мультик который вы посмотрели от и студии и какое впечатление он произвел на вас с точки зрения детского восприятия я уверен что вы смотрели их ребенком поэтому отвечайте а пока вы отвечаете люба что у нас на экране что это за это мать вазовские что я могу сменить на саливана во первых это вази овский подожди как-то там было вази овский пайк вази да и кости кости так это это не очень похоже на саочу господи еще и на руси шею да да у меня обе версии они обе русские иногда это лучше на самом деле на английском в особенности в озвучке в особенности в озвучке мультиков именно их отрезков скоро мы не должны отвечать на такие вопросы мы должны спрашивать у чатика а потом мы уже и ответим если мы-то ответим но что скажет чат тем более джерри флинга 1 поэтому и эксклюзивные вопросы от стримеров привет мэтт фокс привет скорпион я настолько что увидела вот он сами да и если что здесь такой немножко непонятный отрезок времени скажем потому что это не работа их они я так понимаю только вот поступили в университет или что-то в духе или они поступили на как сказать у него господи как у них называется сама корпорация в общем они поступили туда и сейчас проверяют на то насколько они годны к работе и у нас есть короче три зоны мы ее проходим и тогда да мы годны и можем пугать даже мы годны смысле мы годны игра закончилась или мы годны а там потом потом вообще начнется что то нет мы годны игра закончилась все и начинается видимо уже их официальная работа в самой корпорации так а еще скажите мне пожалуйста что со звуком в игре чатик зачатик последний на сколько она громкая насколько мне ее например сделать потише фокусы life пишет тихо мэтт фокусы life тихо нормально или тихо погромче ты уже давай определись или совсем тихо 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 умыто на изготовке мэтт фокусы life пока молчит тем временем уже только куда джерри флинг который джерри джерри флин сейчас мы все стримеров еле слышно а игру не слышно совсем господи сделаю себя погромче опять сломалась нормально это мы андро граунд стримером и мы мы пришли из радио фазента делаем так чтобы было круто нет стримеров я точно слышу потому что я сейчас сама сижу прослушиваю орем с душой пирает нам пишет орите с душой и так 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 любая сейчас прям возьму и прям тебе так как все таки судя по всему игра нормально потому что игру я сама подстроила у меня здесь просто подключен стрим наушник вот это вот все и я сижу и заменяю просто как как не знаю кто игру нормально слышно шипение небольшое все еще есть это шипение будет по-любому потому что как бы но извините это микрофон из ноута и он воспринимает абсолютно все звуки джерри флинг джерри флинг в это не просто шипение счастье бятылочку вкинула возможно это шипит рандал бокс если ты знаешь кто это ну а поняла тот главный злодей за рацией монстров тем временем мы напугали он первого симулятора да здесь вместо детей именно их симуляторы потому что но мы же тренируемся я как бы я про себя пошутил про себя так такой джерри по сейчас кстати между прочим джерри флинг написал ответ на мой вопрос и поэтому я сразу же сразу же сразу же тебе его перепели я тебе его перекинул так вот я спрашиваю джерри флинг какой мультик первого джерри флинг сразу посмотрела и как-то было вообще бам и поэтому джерри флинг ответила вероятнее всего драматичное троеточие первым было как раз таки корпорация монстров помню свои детские эмоции было интересно но также было страшно я испугалась того змеевидного неприятного парня который разбудет рендал он еще шипит тебе в микрофон а также было грустно в определенные моменты хорошо джерри флинг ваш ответ за завалова ваш ответ вводим моего сказать забирание на себе теперь люба тогда я период теперь перекидываю вопрос к вам какой именно еще раз и так это будет что-то здорово денис добавь себе к звуку тебя плохо слышно я не знаю что нажать час просто ваще и я сейчас так начну прям так у меня стоит на максимум от fox поэтому я просто буду говорить по громче любовь люба люба то я здесь я здесь я никуда не ушло все нормально сейчас я прям тебе буду вопрос задавать намного более художественно оформлены чем как прошло джерри вернитесь в далекое далекое детство как бы вы еще совсем маленькой девочкой солнце светило бегали мышки плавали птички рыбы сидели на деревьях и все было прекрасно каждый день был наполнен для вас эстетическим удовольствием бытия ребенка в какой-то момент я пошутил все вот и в какой-то момент вы включили возможно телевизор или возможно кто-то придет как или возможно бабушка привезла вам кассету тем самым мультфильмом который был вашим первым мультфильмом от пиксар этот мультфильм да все таки первым мультиком был приключение флика может быть именно поэтому я как бы так горячо люблю эту игру и мультик всем сердцем потому что это было вот та самая первая пиксарская и очень глубоко запавшая в душу тронувшая до самой глубины души я проспойлерю то что мой самый первый мультик тоже будет включение флика родал как маленькая девочка хорошо люба вы пересматривали его в более сознательном возрасте более того я скажу я пересматривал 1 7 если не больше и пряди каждый раз было прям вот-вот прям как в первый раз не всегда даже когда знаешь что у тебя будет вот кстати да мы будем пропускать мульт вставки или нет чё так мы будем пропускать мульт вставки пока не просто то или или нет это чем прям из мультика был это прямо такие сценки из мультика этот фокс пишет нет флагить из пишет просто нет все смотрим я даже все тихо Все замолчали. Симуляция завершена. Симуляция завершена. Симуляция завершена. Симуляция завершена. Симуляция завершена. На самом деле здесь забавная музыка. Вполне неплохо так подобранная под общее настроение. Она не из мультфильма, но она отражает настроение. Вообще похоже на какую-то такую типу лайтовые психонавты. В смысле сама игра или именно музыка из игры? Игра сама. Я не играла в психонавтов, поэтому по этому поводу и сказать-то ничего не могу. Ну тогда контрольный вопрос, играть лучше или как обычно? Нет, почему? Игра осталась неплохая. Единственное, она совсем детская. И вот именно эта игра, она совсем детская. Можно, конечно, взрослым в неё поиграть ради того, чтобы вспомнить о самой мультике, поинтересоваться, как они здесь реализовали вот это вот всё. То есть чисто вот на забаву, да, пару часиков погонять. Вдобавок, она достаточно короткая. Я её прошла за два дня, играет сейчас, ну, часа по три-четыре. Ну, ну, шестичасовая, Егора, это не так уж и мало. Рейд от Вазовски в игре есть, если тебе больше скажешь, здесь выбор персонажей, типа, как я понимаю, каждый персон делает какие-то свои штуки, то есть, поэтому если... Они пугают по-разному и смотрят, я бегу, я прожимаю удар, он бежит именно вот так. Майк в его случае будет катиться. Ну, идите, Майк такой куглюшок, господи. И пугает он тоже максимально забавно. Но сейчас у нас всё равно будет следующий уровень, и я покажу, что там, и как там я возьму майка. Геймплей будет максимально за всех. Геймплей будет показан максимально за всех. Ну, честно говоря, пугает вот сам Салли, он иногда настолько жителько, что я так думаю, будь я на месте этого эмулятора, я бы там сама сидела и визжала просто. Ну, он сам по себе, нет, несмотря на то, что он пушистенький и такой весь мур-мур-мур, при этом он так-то довольно криповым может быть, он ещё в мультике показывал довольно криповые штуки. Кстати, я сегодня пересмотрела именно университет монстров, потому что я не смогла его нормально вспомнить. Убери телефон, Денис, убери телефон, я тебе заклинаю. Всё убран. Вот. Я пересмотрела именно университет монстров, и, блин, там что-то такие, оказывается, моменты были, что я их совсем не помнила, они-то клёвенькие. Ну, пугать толпу взрослых людей, это во мне хохор-мохор. Но вообще университет монстров крайне недооценён, потому что все сразу его начали говнять, типа, ме-е-е, это же приквел, который не нужен, и т.д. и т.п. Но при этом, чисто гипотетически, он очень нужен, потому что он максимально раскрывает персонажей. То есть, Майк и Селли мы о них узнаём намного больше. Притом, что это всё, в принципе, на довольно стандартных, типа, как это сказать, на стандартных рельсах фильмов про университет, там вот где вот веселуха, в женскую общагу все залезают и всё такое. Самое главное, это клёвый вывод из фильма о том, что университет не нужен. Не нужен, да. Самое главное, что университет не нужен. Смотри, какая у него атака просто. Я умею прыгать. Что с этим видео? Полина, Шелл Прон живёт удачного стрима. Полина, Шелл. Спасибо, это сестрёнка моя. А-а-а, любимая сестра брежала, господи, теперь всё ещё сложнее стрима, теперь нужно вообще слово фильтровать. Неправда. Нет, ни одной шутки. Спокойно, спокойствие, только спокойствие. У нас, конечно, стрим не про Карлсона, но его слова здесь просто идеальны. Ни одной шутки про детские манекены и вот это вот всё, я прям, я сам себя заклинил, заклинил. Смотри просто на то, как умеет он пугать. Ну, ну. Он просто максимально забавен во всех своих появлениях в этой игре. Возможно, ребёнок от стыда умер, или типа того. Ну и ладно, не умер, в смысле манекен развалился. Ну, опять же, типа, это означает, что игру делали место? Убивают. У меня машинка немножко переехала. Майк милый, а не страшный, пишет Джерри Флин. Ну, так типа в этом смысл. Вообще, Майк, по-моему, в мультике был бы таким относительно офисным работником. Чё вы ещё от него? За ты человек хороший. Монстр, монстр хороший, да. Монстр хороший. Потому что он, по сути, сам такой был немножко офисный планктон, но при этом, благодаря силе дружбы, он осознал то, что пугать, между прочим, это не его. И он ценит другим. Ну, как? Университет монстр вполне себе раскрыл то, что он, как бы, по большей части именно сопротив этого всего. То есть он подскажет, где, кого и чем лучше напугать. Ну, сам же он не страшный, сам он милашный. Ну, да, сам он максимально милашный, насколько может быть, милом монстрик. Вот стало бы с ним мутить тётка-змеюка, если бы он не был таким милым. Я не думаю, я не думаю. Как её звали? Мне приходится поговорить именно на Википеде, просто чтобы вспомнить. Её звали Лапусик. Это единственное, что я могу тебе сказать. Так, ну, типа, так себе раскрывать фильм, конечно, не заслужил столько негатива, которое он получил, но всё же вряд ли из-за этого можно назвать хорошим. Нет, его из-за этого нельзя назвать плохим, чисто гипотетически, с точки зрения, скажем так... Извините. Хотел пошутить про то, что это спит, но не буду. В принципе, можно сказать о том, что... Ну, это, типа, не самая сильная работа Pixar. Ну, во-первых, не забываем, что у них есть тачки, которые, как бы, вот обычно это не самая сильная работа Pixar. Но, типа... Тебе не понравились тачки? Ну, вот, единственные тачки... Во-первых, во-первых, так как я смотрел замечательный фильм «Доктор Голливуд», первые тачки меня совершенно ничем не удивили. Да, это, по сути, ремейк «Доктора Голливуда» с Майклом Джейм Фоксом, только про машинки. Вот. Вторые тачки — это просто что-то было такое, что я не понял. И я так... Во-первых, меня стал бесить вот этот, господи, как его... мотор. Мотор, мотор. Мэтт, просто отвратительный, я... Хорошо, что в тачках три его был абсолютный минимум. Блин, но вторая, вот, по-моему, как раз-таки ему была посвящена, да? Это самая ужасная идея. Это как снимать фильм про Джаджа Бинкса, типа, отдельный. То есть, вы его смазочная. Сравнение максимально интересное. Но он настолько же в какой-то момент становится раздражающим. Но вот третьи тачки мне понравились. Третьи тачки, они прям такие... Это какие-то какие-то роки, прости, господи, только про тачки. Реабилитация произведения. Так что, в прин... А, так вот, Скорпион, типа, университет монстров с точки зрения того, что его показывают. Ну, типа, как детский мультик, он вполне себе неплох. Понятное дело, что это не какой-нибудь что-нибудь там. Господи, не, 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 как эта штука, не головоломка какая-нибудь, которая там, типа, тебе просто... Оставить дверь открытой, это самая страшная ошибка, которую может допустить наш агент, потому что... Потому что будет сквозняк? Потому что будет ребенок! Вот же рефлину, что за суши, мы... Держись. Минус суши, потому что, да. Но это придает стриму некоторой... Некоторой перчинки, наверное. Ну, потому что, я не знаю, вот, знаешь, было замечено и мной, и Пашей то, что... Я не знаю почему, но вот именно русская озвучка, в принципе, в фильмах, она всегда громче. То есть в любом фильме, любая озвучка именно русская, она всегда громче, чем сам оригинал фильма. Вот. Но это, возможно, из каких-то технических ураничений, мне кажется. Ну, не знаю, как-то слишком тенденция... Да, вот я сейчас вам просто показываю класс того, как я не умею нормально прыгать. Нормально. Люба усилит. Нет, ну, в принципе, типа, учитывая то, что... Озвучки делаются в максимально сжатые сроки, обычно, там, буквально, типа, за месяц, прости господи. Ну и плюс, как правильно замечает рейтед, звукачи делают соединения не руками. То, соответственно, ну, как я все в оригинале смотрю, поэтому меня такое довольно редко... Это и такие проблемы мучают. Так вот, Мэтт Фокс и Лайф спросил, а зачем создают таких персонажей, как Джаджи Бинкс? Поэтому... Ой, бляха. Вот смотри, я считаю, потому что какие-нибудь грязные продюсеры мега-корпораций сидят такие, типа... Блин, интересно, что понравится детям, какую игрушку детям будут покупать миллионами? Да, супер худую свинью, которая шутит отвратительные шутки, которая будет Джаджи Бинкс, да, давайте. Просто, типа, продюсеры не понимают свою аудиторию изначально, как я понимаю, Джаджи Бинкс должен был стать очередной игрушкой, типа, там, я не знаю, C-3PO, которую можно продавать тоннами, а в итоге оказался одним из самых ненавидимых персонажей. Типа, к сожалению, толстые дети с деньгами не сильно свою аудиторию поднимают, поэтому... Возможно, поэтому таких персонажей и состоят, как ты считаешь? Ну, я максимально согласен, на самом деле, в этом плане. Насчет того, по крайней мере, что именно... Иногда очень сильно удивляешься, зачем вообще вот это вот было создано, ну, в смысле, то или иное произведение искусства. Нашу машу и волшебный орех. Вот. И, то есть, действительно, иногда бывает настолько непопадание в аудиторию, что, господи, ребята, вы вообще что хотели этим фильмам, мультикам и так далее сказать? Зачем мы это сделали? Максимальный вопрос, зачем? Ну, за тем, что, возможно, кто-то подумал, что это будет отличная идея. И, кстати, между прочим, я чат читаю, между прочим, не думайте, что я чат не читаю. Мэтт Фокс Лайв задает вопрос Куба тебе. Он пишет. Наш зритель из Тольятти пишет. Шизоид, ты часто в такие игры играешь? Ну, сейчас я, в принципе, достаточно мало во что-либо играю, но именно на PS, куда у меня были только такие вот детские игры по пиксаровским, диснеевским, еще разным мультикам. И сейчас даже, наверное, немножко обиднося за то, что я не смогла пощупать какие-то такие весьма, ну, серьезные игры, я бы сказала. Но просто дело было в том, что у нас была только одна точка в городе, где продавали игры для PS-ки. У меня была настоящая PS-ка, и, увы, на нее продавались только вот такие вот совсем-совсем детские игры. Поэтому, да, я всегда, по сути, играла в такие игры. Вообще нет ничего плохого в том, что это детские игры. Я тебе чатик так скажу, Рыбка Фредди, Рыбка Фредди, это в свое время для меня стало вообще открытием, это как бы лейнуар только моего детства, между прочим. Так что, по сути-таки, эти игры, это отличное времяпрепровождение, как минимум. То есть, кто бы что ни говорил, они, типа, простые геймплейны, они простые сюжеты, но при этом они свою задачу четко выполняют. Маленькая Люба играет в Корпорацию Монстров, она такая, блин, а что такое Корпорация Монстров, и она уже покупает себе фильм, игрушки, 50 сиквелов и еще что-нибудь. Типа свою задачу она выполняет. Давайте, Салли или Майк? Че, текст, Салли или Майк? Джерри Флэн, кстати, отличную идею подает, что Дж.Бинкс это самый главный ворд ситхов. Ситхов, Салли, все топят за Салли. Играем синим монстром. Ну, это потому что силовой метод. Короче, насчет Корпорации Монстров, я тебе сейчас расскажу такую штуку. Камин-аут, в общем, такой детский. Детский камин-аут? Сегодня день борьбы с гомофобией, так что цыц. Чет, еще один мем, быстро. В общем, я, когда посмотрела Корпорацию Монстров, блин, вот я сейчас не помню, сколько лет мне было, но я его просмотрела практически сразу, как он вышел. То есть я была не то чтобы очень взрослым таким человеком, я искренне верила, что эти монстры настоящие. Ну ты смотри, в чем проблема. Ведь, вот смотри, они нарисованы... У него мама, мама, смотри, у него шерсть нарисована вещь, я на шерстинку посмотреть могу. У Рэндала кожица, вон, вон, все, видишь, чешуйки, они настоящие. Я очень долго спорила с мамой по поводу того, что они настоящие, они живые. И, типа, все это действительно где-то проходило. Вот. Поэтому я была вот таким вот очень доверчивым ребенком. И клика, я думала, что тоже это вот где-то кто-то вот так вот увидел колонию муравьев, пришел за ней понаблюдать, получилось вот это... В общем, да, я была максимально доверчивый ребенок в этом плане. А там кто-то революцию творит. То есть, кто-то сейчас подумал, что еще не хликает, по сути, фильм про революцию. Ну, в какой-то мере, да. Они же там... Поменяйте на живых людей. Просто ух. Видеус пишет, что сейчас выяснится, что Люба до сих пор в это верит. Нет. Нет, не возьмете меня, ребята, больше нет. Флагитер, что-то, что плохого, если бы она в это верила тебе? Ну, команда, вот клево же, когда что-то остается в тебе от ребенка. Но, типа, ну, не, ну, ладно, не настолько, это немножко было бы шизанутый. Любая, это было странно. Ну, в принципе, почему бы и нет? Люба, оставайся ребеночком маленьким. Не надо, не надо слушать вот флагитер. начинать груз 200 смотри как бы это оставь это нам это чтобы очень сильно люблю я потом очень долго хожу груженая печальная посмотрела твоя вот между прочим твоя сестра отмечают что отличный фильм дорогая дорогая полина шейлбурн это вопрос между нами так сказать спинного чатика он относительно не касается расскажите пожалуйста что вы почувствовали в тот момент когда увидели контрольную сцену которая называется жених приехал как она вам показалось с художественной точки зрения а пока вы пытаетесь на этот вопрос ответить мэтт фокс спрашивает если в игре враги ну да как видишь я периодически игрушки разбиваю и они будут основной враг в общем у них у каждого свой прикол в атаке то есть у кого-то надо сначала контроль разбить там машинки которые были вот у них надо сначала разбить контроллер потом только машинка забьется на кого-то нельзя прыгать кого-то можно наоборот только вас то есть принципе даже какой-то тактом присутствует такой относительно совсем такой легкий чтобы даже детям было понятно что им делать если что ой лина полностью с вами согласен смотрите хорошие фильмы это определенно вам поможет мы здесь про мультики разговариваем чего начиная чем мы начинаем вот опять вот это вот вашего балабанова безысходность нет мы сегодня говорим про мультики балабанов тебя будет этот затирать ой господи сейчас мне придется сосредотачиваться так все пока люба сосредотачивается говорить буду сукубо я люба давайте сейчас ты затащишь чат быстро напиши что любоза тащит хэштег любоза тащит я не знаю другого способа поддержать стримы как вами хэштегов вот а пока люба занимается своими делами которые требуют некоторые концентрации то чатик тебе теперь я перефразирую тот же вопрос который задавал джерри флен вам расскажите чатик какие мультики посмотрели первые какими были ваши первые мультики и чем они вам запомнились я это где-то прочитаю и вообще наверно афикс 1 можете афиксар можете проще потому что из-за того что основа росла все таки в снг я так подозреваю что у всех практически первыми мультиками советские ну в принципе да но не еще плюс советские мультики кень таких нету на свете ничего более опасного и ядовитого чем полина это так и надо это так надо да полина и так и надо это концептуальный стрим мы одновременно лампово болтаем и вместе с тем определяем порог вашей выносливости с точки зрения слуха видимо я буду все-таки предупреждать стараться о том когда окончается уровень чтобы можно было не знаю наушники отодвинить с криками убежать рассказывать как людей люди 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 как за но блин на самом деле типа вот тут тоже сериала дорога рейд рейд и ты сергей если я не ошибаюсь писал что у него тоже корпорация мог почему все смотрите первой корпорации вонстров есть история игрушек да и честно говоря я не смотрела но я посмотрела трейлеру мне показывали игру которая была на селе я не знаю я просто не люблю как-то мультику фильмы про кукол не трогай но все ребят чеки с тобой можно не обсуждать сколько скоро выходит чатик скоро выходит ребут чеки там марк начать не озвучивает его между прочим поэтому совсем всем смотреть всем смотреть так узко вот скорпион вот вот скорпион посмотрел первой либо истории игрушек либо супер семейку сергей правильно отмечать что что родители притащили то и смотрел но я так отчаянно посмотрел хорошо чтобы не не в чем признаваться обречение флика пера смотрел рыдал маленький как не в себя потом спрашивал маму мама так жестоко также типа это же света же мультфильм про революцию но серьезно но если посмотреть такой маленький home front revolution про муравьев угнетаемые пролетариат поднимает оружие проклятых захватчиков полина спрашивает что тебе не знаю скажем я тоже не все рассказываю да и у меня как-то ничего подобного никогда не спрашивали так это чатик салли майк тем продолжаем салли майк чатик салли майка еще скорб говорит что если про мультики вообще то вроде как не знайку про не знайку был топовым мультфильм ну кстати тоже революция так большая часть за майк но твоя сестра заговори за салли поэтому выбирай что тебе важнее ну я смотрел я прям это было я бы я как раз посмотрел в поисках не моя прям то вот во первых это типа очень грустный мультфильм если подумать и он тебя чуть буквально на острие держит вообще все видишь такой господи да иди своего сына типа сам детей ненавидишь но при этом господи да иди да пожалуйста но он очень крутой в поисках время не так сильно понравился а вот в поисках наверно прям в поисках дори я так и не посмотрела ну там типа гонгон он конечно в каком-то смысле по умнее с точки зрения посылок но вот именно ну и покрасивше конечно потому что как бы графон бабло и все дела но именно с точки зрения какой-то вот такой ламповости того что ты прям сидишь со всеми этими персонажами тату-ту-ту-ту-ты то одно немножко не то наверно и джерри флин вот я просто как комментарий не ушел вверх пишет я помню как детстве посмотрела принц египта и будет фильм оставил меня травму на долгое время как у всех кто посмотрел джерри флин эти даю пятюню потому что для было то же самое тогда я поняла что некоторые мультфильмы лучше смотреть в более взрослом возрасте да да причем не принц египта показывала бабушка которая была немножко повернута на религии всякой тебе такая внучок это типа это тру это тру это прям это надо посмотреть я просто смотрел у меня просто шок случилось то есть я маленький пацан я я футураму смотрю там под днем и кеку из нее ничего не шуток не понимает серия в которой фрай сделал кое-что со своей бабушкой и я смотрел ничего не понимал но мне все равно нравилось но типа а тут такое я до сих пор боюсь принц египта смотреть на самом деле потому что я слышал что кибиски минут произведение искусства и вообще шутебра шутебра честно говоря я его тоже смотрела где-то краем глаза когда его показывали где-нибудь по телевизору наверное я тоже помню что это какой-то жуть и ужас и да ну нафиг блин нет просто типа я понимает зачем это было сделано но мне кажется ну блин ну папа попойте с бога это же детям потом расти с тем что они посмотрели вот и принц египта посмотрела все это можно сказать на всю жизнь травмы скоро скоро я тебе я тебе скажу книгу про незнайку и типа все книги про незнайку ну заканчивая незнайкой на луне я до дыр зачитывал поэтому ну кому ты говоришь я там все все там уже были запрятаны вот эти вот революционные лозунги скажем так революция в домашних условиях поэтому я я знаю о чем ты говоришь бро а флагитиус в отличие от нас с тобой так сказать тупых быдел которые смотрели мультики и играли в куклы в смысле я в куклу не играл у меня друг в куклы играл я не играл флагитиус смотрел в детстве телохранителя куросавы сталкера тарковского не я ничего не говорю он клювый но на затянутости для ребенка столько высидеть на смотря на тарковского это по-моему просто это вот это это хорошего флагитиус чтобы сидел до конца из ты высел до конца то конечно тебе вообще-то тебе тебе уважение от обоих стримеров потому что я сейчас ты не каждый раз могу сталкера до конца выселить чё уж говорить если бы я был в классе как ты пишешь в четвертом в пятом я бы скорее всего пошел бы пересматривать какой-нибудь боевик с Антонио Бандерасом и Сергей правильно замечает что его ставили в угол и ставили ему тарковского хорошо тогда флагитиус вот тебе вот тебе ответный вопрос я только не по фильме по же фильме было шар или фильма была комната я не помню я не помню сталкер был шар желание или была комната сложно ладно суть не суть не в этом а возвращаясь мультиком нас насчет суперсемейки ты можешь что-нибудь сказать но это все еще лучше супергеройский фильм в истории но мне я сейчас скажу страшную вещь мне никогда мстители особо супер не нравились типа я я сейчас по инерции все это но супер семейка типа абсолютно идеально это одновременно супер геройский фильм это одновременно про семью это одновременно хороший мультик смешной очень смешной и плюс к тому там не самое типа я не знаю как сказать не самая баромба банальна мораль довольно банальная но подается она не самым банальным образом плюс к тому суперсемейка в какие-то моменты типа намного более жесткая темная и вообще д-д-д-д-дарк-юниверс чем эти ваши 10 и прочее так то если сейчас ее особенно посмотреть там такие моменты иногда бываешь в этом пути сперму включил только хороший поэтому я супер семейку вторая часть мнению опять же понравилось намного меньше потому что я так и не понял это вторая часть или ты просто какой-то феминистский ремейк или чего-то типа того но в остальном первая часть вообще топчика тебе любо нравится первая часть да мне вполне понравилось вторую часть я еще не посмотрела первое да у меня была кассета мы ее по моему даже вместе с полиной засматривали пересматривали и так далее затирали короче до невозможности но он довольно тип он даже сейчас очень неплохо смотрится несмотря на то что несмотря то что графен несмотря то что графен все-таки не особенно сама анимация типа мы идем на 3 хорошо быть примером потому что это все не слышишь и тебе вообще я не слышу у меня это все кстати тоже орет еще и громче чем у вас потому что меня очень громко сейчас сыграя себя ведет по моему самая криповая сцена это где главный герой там чё-то ему шеф типа глава мойка устраивал и в это время рядом с их офисом грабили чувака просто смотрел и типа ничего не делал я мультик смотрю лишь ты что это или это или это диссию надо глянуть можно не сценариста был кто-нибудь здесь ушной сценаристы сергей 10 и не должен быть дорогом ша сам был клёвый я я топлю за то что я топлю за то что все вот эти заметил что у него у кого-то у него ау он заметил то что майка глаз не посередине это несимметрично и он словил то что до славливают люди которые вот такие вещи замечают смотрел господи как он назывался соулитер плюс в чат я не смотрю опять эти ваши анимешки да вот это все еще один каменного долгое время и даже в клуб анимешников но тебя никто не а здесь тебе никто не осудит все в пойти более аниме это форма искусства между прочим не забываем особенно особенно аниме которая выглядит абсолютно невинно но и тебе возможность шутить педофильские шутки как мне есть еще один вопрос как оценителю всяких там короткометражек и прочих радостей а пиксарских короткометраж так я до 1 во-первых да во-вторых я блин господи как она называется я смотрел берни берни или берни это типа это приквел в букву варили промо маленького роботика такого смешного который с синенькими глазками вот он был просто милашный смешной и у очень сильно очень сильно отдавал это сказать старой школы кинематографов которые для основного как бы так как бы так для 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 того чтобы не смешить зрителя использовались физически и я смотрел я тут не дотрагивайся не трогай буду кричать и орать как же люблю пугать давай сами давай мы сделаем и потому что ты лучший какой накал какие мускулы просто даже не верится ты гордость компании ну ты тоже не промах пойдем на ждут дела поздравления вам ребята теперь вы будете иметь возможность использовать трамплины она кончилась по завершению первой части игры нам выдали возможность прыгать на трамплинах тем более ура а еще смотрел по первое свидание ралли когда я сильно угорел по головоломке типа прям вообще такой господи господи дайте больше этого вот и типа короткометражки основанные на мультиках уже больше у них довольно неплохие они не то чтобы что-то супер пуперская но они довольно неплохие и кстати к нам в чат конкинс на тачки так тачки это особый вид нам в чат пришел конкин сэвен и он пишет здорово черти здорово фига вы тут одноту показываете одна из детства и вообще шикарнейшая детская игра таких сейчас делают делают потому что дети отупели я тебе гарантирую и они бы в такой играть не стали потому что здесь слишком много кнопок нужно нажать мать как минимум не одну а еще пришел бубен и он пишет по поводу прелестей местного перевода но бубен скажем так когда тебе пять лет скорее всего это все воспринимается в принципе нормально потому что сам примерно таким же языком разговариваешь на самом деле здесь здесь перевод еще более-менее божеский потому что то что будет твориться во флике я вот я я максимально не рекомендую слушать перевод из флика я не знаю я лучше заглушу все что можно я могу оставить сам мультик но типа слушать это не стоит мы все послушаем так и я кстати играл гарри поттера полина я его тайна мне все еще весело это здорово и все считаю что у нас чековина суши ребята ребята я не говорил зовите меня просто сами нам это неудобно мы просто хотели удачи пожелать эй 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 давайте валите отсюда не мешайте нам работать простите нас пока ребят простите нас мы всем мешаем везде как спицы в колесе простите нас господи ролики просто пошли один за другим да нормально деньги уплаченные перевод сделать надо заморачиваться неохота поэтому просто гугл транслейта я думаю тогда не было то нибудь что нибудь они что нибудь они да но кстати конкин 7 замечает что между прочим играл в игру на пк и там игру вообще глан созвучивал и перевод был очень даже хорош но как известно пика бояре всегда получают все самое лучшее ну скажите мне спасибо за бета-тест чё но между но любая попыталась ввести нас так вот в мир детства когда ты у тебя не было возможности играть с более-менее хорошим переводом и ты играл с тем что тебе как бы родители купили и сказали ты давай мне тут не это давай мне тут не это джерри флен я спрошу об этом у тебя любая это будет твой следующий камин аут возможно играла ли ты в детстве игры в игры про кузи блин вот сейчас я честно говоря плохо помню по моему у нас в компьютерных классах была эта игра и мы периодически бегали я не помню может у полина она была потому что по моему что то подобное я видела или брали мы у кого-то в общем играть я играла но не то чтобы очень много и не залипая но да было такое ну полина тебя с потрохами так сказать сдает и говорит что играла поэтому поэтому то я отвертим но чуть-чуть просто как бы я тоже не все всегда помню такой момент что я помню самую игру я помню что там происходило но вот где я не играл и насколько много я не залипала я уже не помню но она так аккуратно она говорит ну чуть-чуть то есть ты как бы ты чуть-чуть но но скажи мне но ты ведь играла не чуть-чуть в рыбку фредди рыбка фредди блин а вот ты мне сейчас даже сказал какое-то новое имя поэтому даже ничего не скажу тебе насчет рыбка фредди это лейнуар от мира детских игр это шедевр знаешь я думаю если бы я сейчас нашел работающую версию игры я бы даже сейчас бы играл в рыбку фредди спокойный типа вообще залипал у меня был диск на котором было части 3 по моему я сидел целый день просто игра это квест ну типа просто такой довольно милашный очень ультра детский квест ну а так как я был тупой ребенок то все простые загадки разгадывал очень долго и когда их разгадывал чувствовал себя гением если хуже не сказать го господи как я умен я же не знал что это было я же не знал что это детская игра а кстати я же тебя спрашивала насчет короткометражек в итоге так и не сказала то что я хотела сама сказать короче ребят все кто не смотрел тем посмотреть пиксаровская короткометражка по моему этого года называется китбуль про питбуля и маленького котеночка максимально слезливой ну как ладно не максимально слезлива но очень-то печальненько и обидненько и очень мило в то же время и рисовка прикольная и в общем да всем смотреть я смотреть не буду как как человек как человек который заплакал от трейлера как он называется макс ливи по-моему про собаку которая воевала в афганистане вместе со своей тетю 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 очкой это которая ее это а меган ливи вот смотрите трейлер меган ливи господа я под конец плакал просто я сидел в измене вот мне двадцать четыре года из меня мужская слеза вы дудонилась и мэтт фокса лайф либо спрашивать тебя вопрос как бы очень такой скажем так очень такой с подковыкой очень он очень он еще не знает кого он об этом спрашивает либо ты в спайра играл ясненько ну ладно давай давай компашки новые пока еще со мной не столько знаком да я играла спайла спара я тебе больше скажу я его задрачивал и выдачу как только могла у меня с третьей частью этого спара была такая печальная история я отношусь к тому под виду людей которые пылесосит абсолютно все его и прикинь да я выпылесосила всю эту третью часть а это очень много я по-моему запылесосила даже какие-то дополнительные комнаты где там что-то надо было собирать причем я в них влетела абсолютно случайно там как-то через текстуру получилось в общем я все это собрала одна и сохранила все дела я такая решаем ну ладно пора пришла бить последнего босса я знаешь захожу к боссу пять минут пять нет не 5 минут 5 секунд боя меня просто выкидывает отсюда самое начало у меня знаешь загрузка как всегда все автосохранение все дела но почему-то картинка да картинка показывает то что меня везут в самое начало это когда ну ладно может типа сюжетно так придумано что мне сейчас ее там придется побить например бывает и каково было удивление когда у меня все скинулось на ноль все мои достижения все что у меня там было все что было собрано экономика подлитая феечка из этой игры знаешь а ты видимо играешь пиратскую версию этого и типа хрен тебе собачий просто чувак ой у меня сейчас упал ребенок в воду он просто бьется от меня и падает в воду а туда по идеям падать нельзя в общем вот такая вот прикольная была история просто я я после этого наверное пару часов прорыдала после чего убитый ходила недели три потому что я эту игру проходила очень долго с предвкушением с наслаждением и наверное блин я ее в год и полтора била ну просто вот чисто растягивая вот так вот самое обидное что даже и не предъявишь как бы тебя нет на самом деле меня больше удивляло то что понимаешь чем прикол мы-то этот диск покупали то есть мы вот в том отделе где продавались все вот эти диски мы купили у меня там типа антология спара у меня прямо на самом диске спара напечатанный там в смысле на и на самом сидике то есть на нем прям все я я же верила что мы играем в нормальную правильную версию и тут вот такая вот херня это было максимально обидно вот знаешь это самое большое разочарование за всю мою жизнь а знаешь какое второе разочарование было я подумала что это баг я перепрошла эту игру заново собираю абсолютно все я сохранилась и пошла бить королеву но в этот раз я поступил умнее я перед королевой просто вынула карту памяти из слота думаю если чё я его потом запихаю это не страшно вот ну и да естественно все то же самое пять секунд и до свидосики у вас пиратская игра да да фею ты никогда не обманешь вот это было максимальное разочарование детства наверное чат начал делиться ими разочарований с детства сергей рейтатэн пишет сергей вы не против что его с дианоне и говорю что вас зовут сергей мое самое большое разочарование детства было что снеговичка нельзя оживить как в сказке я вообще дико расстроился когда не получилось даже ты рано схлипывать подожди ты начнешь играть в приключения флейка мы там вспомним что там настолько суровая игра блин что кто читал мой блогик на изг я там писала что несмотря на то что игра по детскому музику она максимально вот не детская я может даже потом покажу почему это лучший тип игры которые бросают тебе вызов которые говорят такие типа сынок я сейчас буду так сказать так смотри у нас времени 9 часов да я сейчас закругляться буду и переключаться в другую игру да у меня тут остался как раз по моему один вот этот вот женская часть чата в лице джерри флинт спрашивает а кто-нибудь играл в детстве ну или позже в little big adventure но типа вот еще загуглил выглядит знакомо но не настолько чтобы я прям вспомнил так что джерри флинт и единственная здесь кто а нет не единственная ребят ребят минус уши минус уши сейчас будет не на суше готовьтесь сегодня хорошо попугать других и поднять шум вот круто радуйся радуйся все равно рекорд наш будет а ты слышишь ты слышишь ветер перемен ты слышишь ты слышишь ой ой напугал нас тоже мне я черный и не таких обламывали еще все у ногу кончилось господи какой богичный перевод просто максимальная вот при том что я этого ничего не слышу и слава богу поэтому могу себе представлять то что он к качественный дубляж там они еще и попытались сделать голос рэнда вот таким загробным блин каким-то но это вот так уж вообще-то это профессионал своего дела у них было все не очень хорошо с английским но очень хотела сделать перевод поэтому да давай давайте не будем их давайте не будем их уж слишком сильно то ругать тем более когда ты маленькими кажется тебе все равно в принципе так все говорят за little big adventure 1 и штек требует стрим короче от кого-нибудь из вас по little big adventure чтобы посмотрел и выдал свое профессиональное мнение об этой игре так как вы знаете геймер со стажем и отлично разбираюсь в играх в скобочках нет я хочу узнать сейчас будет и box life которая конечно же и box life но зачем называть ее и box life когда ее можно назвать приключение флика это это как это как известно почти одно и то же так мы мими 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 к этому к слову локализаторов и прочим видимо жизнь жуков им показалось слишком я ей я бы подумал что такой не секрет у звездного десанта или чем типа того и поэтому наверное не стал посмотреть приключение флика покойди береду типа ну все понятно вот вот приключение чуть еще надо мэтт fox короче берешь в охапку джерри флинн здесь и сергей рейта до н и вы просто стримилируете little big adventure все договорились договорились вот мы так и подкидываем идея о том ничего показывать стримилировать и прочее я я все устроил так я бы стала десанта топ но у флагитис десанта топе тебе больше скажу я посмотрел все возможные сиквелы ответвление ответвление даже мультики типа я-то я-то разбор я в этом разбираюсь поэтому ну все мы договорились чат просто говорит sims good все все рады мэтт fox вообще просто говорит хорошо спасибо денис тебе мэтт fox тебе спасибо что ты с нами тут сидишь но пока кстати пока пока ничего не выдает скажем так какой-то особенный перевод типа но вот тренировка нет сам перевод в принципе нормальный именно письменный но когда начинается озвучка это глушите уши просто а я наоборот звук включу ты уже прошла июле я прошла полностью но единственное у меня это осталось на старом компе поэтому я просто запустила чип на открытие всех уровней логичи уже даже наверное потом у вас попрошу разрешение на чит хп потому что игра все-таки сложновато а для того чтобы играть слушать и мозгами быть все таки еще и с вами мне было бы проще если меня не будут убивать каждые три укусика не газ детские игры насчет детских игр короче вот он тот самый уровень который сломал мою психику в раннем детстве и который меня испугал наверное даже больше чем сам фильм господи что за странный экран загрузки просто обождите обождите а слома так и надо или а нет вот это в начале уровня всегда такая ерунда но в принципе короче вот смотрите чё здесь творится вот таким вот цветочком от птички я кстати хочу сказать что между прочим но короче иногда бывает что ты не всегда их видишь из случается вот такая фигня вот но несмотря на это в отличие от корпорации монстров графин мое конечно уважение даже сейчас выглядит крайне крайне ну сам флик еще очень живой такой но он что-то прям двигается делает штучка но ты видел да как он сейчас помер вопрос о том насколько у вас сейчас звук громкий да кстати чётик напиши звук как звук я даже сам включу и я не слышал типа что что за звук любые заброса я сейчас просто повторю вряд ли ты услышишь я так понимаю да и короче вот он и вот это все просто а ты летишь а на пске если что дальность прорисовки было еще чуть меньше потому что все-таки это ps и у нее ресурсы были такие себе нет бы как с первым силен хилом просто все туманом забубонить типа да и во всем ты летишь ты не видишь этих цветочков ты плачешь потому что он вот так вот помирает каждый раз это было настолько блин ну именно в детском возрасте это было настолько крипово но я на самом деле очень редко доходило до этого уровня я иногда просила пройти кого-нибудь за место меня нужно идти детские игры блин я даже не знаю сейчас дойти до того момента и показать или нет да давайте наверное я все-таки покажу короче либо все показывает да я просто сейчас все покажу расскажу про игру про самого клика в общем игра как вы помните повторяет мультик а в мультике кто нам противостоял естественно саранча так вот второй же уровень это у тебя на пути будет возникать саранча и между прочим с такой неплохой себе прорисовкой со всем остальным и выглядит похоже так если что я просто сейчас зерк раш и вперед-вперед-вперед постараюсь не ног кофе на то прям вообще мое уважение что игра имеет прямой ассоциации с холокостом графен здесь тоже замечательный и это было одной наверное из причин по которой в это все было дико жутко играть потому что кузнечка ты можешь пройти только либо просто пробежав мимо него как каким-нибудь макаром пытаясь его отбежать или что-то вот такое вот задело либо убить его синий синим синий ягод и короче вещь я кидаюсь красными это базовая ягода да здесь оружие это ягодки вот и общем ягодка которая появляется она появляется только после первого кузнечика то есть мне надо его отбежать звучит довольно сложно пока ты его пытаешься бить он еще и говорит типа что вы сдали из донбор типа эти комбинаты на мне не работают вот они типа отбегают за тобой вот так вот и вот только вот здесь появлялась вот это вот ягода а я же не знаю потому что прорисовка это не показывает и я-то не знаю что это ягода не то и я не знаю английского чтобы понять что виска из don't work это все-таки то что они не работают эти просто долгие я просто его пыталась долбить чем угодно и я бегала по всем тоннелям я собирала что только могла в конце концов здесь оказалось можно если очень долго пробегать собрать через медальку вот эту вот ягодку и и вырастить тогда ты добьешь а теперь опять же мое разочарование я вот это все пробежала потратила кучу жизни потому что там дофига врагов и это ягода появляется сразу же за первым не игра чем у него нещадно меня складывается впечатление что история игры твоего детства это страдание то есть страдание и обман знаешь на самом деле в какой-то мере до заглушки не пугаемся мы фокус life как специалист по консоли 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 спрашиваю это вообще я в этом не секу поэтому спрашивать тебя а вообще какая игра из мультфильмов на ps1 было лучше всего выполнено но пожалуй именно как раз таки бог с лайф если ты а графоне и обо всем что касается геймплея то и бог зла их тебя даже сейчас может поставить неплохой такой челлендж но чисто dark souls от мира детских игр так что да знаешь не то что именно dark souls но челлендж она ставит потому что здесь есть уровне где тебе надо есть блин спойлерить мультик стоит столько и давности в общем есть левел где ты просто летишь вместе с принцессой ад и по каньону вокруг тебя целая куча вражин которых тебе надо облетать плюс тебя ошарашит дождь и как бы он тебя тоже может задеть застопорить затормозить за тобой гонится по моему хоппер звали кузнечика и блин ну это достаточно неплохой такой челлендж плюс в одном из левлов была такая ерунда что мне прям на сайте где рецензию оставляла мне писали что не прошел этот эту игру из-за какого там 13 уровня что ли а вся загвоздка в том что там у тебя оружие новое не появляется то есть вот конфетка у тебя остается у тебя до ягодки всегда остаются исключительно красными а кузнечики как раз таки там ходят и один из кузнечиков держит вот такой вот желудь который сейчас у меня в руках вот а он нужен для того чтобы там допрыгать в одно место спасти принцессу а тут а мы вот это вот все и он там заступорился прикол был в чем здесь есть такие медальки которые вот собираешь они позволяют тебе вырастить новое растение для дальнейшего прохождения так вот есть установки медальки которые выращивают пулятельные установки скажем так вот они тоже пуляются разноцветными ягодками и для того чтобы победить того кузнечика и его добить и чтобы он выронил вот эту долбанную семечку надо было взять в руки вырванную вот эту вот установку подойти вот так вот краю значит вот такой вот примерно платформы потому что с ней прыгать не можешь и стоять выцеливать этого говнюка чтобы у тебя что-то попало в него звучит я тебе говорю это игра на периодически задает адовый челлендж звучит как крайне крайне сложная последовательность действий скорее всего я бы тоже где-нибудь на этом месте ты ее бы и бросила сказал бы в бане ребята нет мне уже пока было принципиально это все дайте я просто проходила уже года два наверное три назад вот и мне было прям принципиально это все пройти со мной безо всяких там быстрых загрузок вот этого всего ну то есть и чисто в принципе такой хардкорный тур геймер если так подумать без без этих ваших мэтт фокс пишет что небольшой факт бакс лайв должна была выпуститься на геймбой но он так и пишет но выпуск отменили и уже китайские пираты портировали игру на дэнди тире нес слову если что на экране вот этот происходит если кто-то узнает как раз таки персонажей самого мульта вот у нас сейчас задача собрать птичку и эти части разбросаны по всему на самом деле для графики ps1 и прочего они более чем замечательно по-моему нарисованы прогрессованы не даже чуть извините да здесь на самом деле все довольно таки замечательно нарисованный прописал мы не считая дальности прорисовки это ладно ну а при таком графоне и дальность прорисовки на ps1 это конечно да ну это прямо это даже сейчас принцип смотрится так что ну как-то знаешь так бобровка поднимается и ты просто грибка комон это чует это выглядит довольно круто как минимум не мало бюджетное дерьмо которая так чисто типа на денег собрать быстренько на типа выглядит она в любом случае круче чем допустим тот же корпорация монстров чисто визуальненько но это это тоже тут они как бы даже рядом не стоят еще здесь есть вот такие вот штукенции которые висят в воздухе и это изобретение флика из самого начала игры когда он скрутил трубочку добавил туда капельку и типа вот тебе телескоп его можно взять вам показывает куда тебе бежать чтобы найти еще одну часть здесь про много всяких геймплейных здесь очень много фич здесь очень много здесь блин сам геймплей даже в принципе различается потому что уровне они абсолютно разные то есть здесь есть повторяющие сюда то есть тот же муравейник здесь повторяется два раза но 2 муравейник это вот как раз таки тот уровень где чувак его бросил потому что не смог его пройти мы токс и лайф между прочим очень верно отмечает шизоид ты зря говоришь что поиграешь в такие игры вы скилл четкий как меч с мурая народ ценит народ ценит играешь я как обычно скажу что я бы с первого уровня бросил бы иск и ушел бы дайте о том какие здесь еще прикольные фичи реализовывать я могу вот этого чувака просто вот так вот пролететь закрутить и он как бы убивается то есть еще и боевая система вполне здесь просто вот этот цветочек который действует после него остается вот этот физика кручения и ты вполне себе но она прям по мультику идет да то есть здесь вся сюжетка она идет строго по мультику развивается вместе с ним единственная пожалуй минус игры вот такое это то что здесь враги респавниться и респавниться очень быстро не ожидала немножко здесь увидеть но это все ради челлендж это все для того чтобы тебя жопко вспотела у меня жопко и без этого вполне себе неплохо потела пришла в детскую игру чисто на полчасика а потом хоп на полчасика просидела три часа в итоге не прошла практически ничего но в любом случае это по крайней мере ну типа это хотя бы предлагает челлендж если ты в корпорации монстров просто приходишь немножечко по стучать побегать там да почти то здесь это у тебя просто труп хардкор вызов не в мою смену ублюдок и начинаешь просто вообще топить типа я бы наверно что такой вот сейчас мы будем растить ягоду себя а здесь типа прямо не тут я чуть смотрю прямо много видов сюда и здесь даже это еще не все там под видов по моему шесть из которых еще для каждого под вида по 34 господи мне тех даже стало интересно это что это какой это какие-то молнии такую игру сделали нашли птичьи голову как бы это были не прозвучало подбираться да без как без контекста это не так хорошо звучит как как тебе показалось тег и баг life review полтора балла если что есть еще активицы центр по моему но это совсем другая игра я в нее не играла я не знаю что это за игра я просто знаю что она есть и что вроде как она не очень да еще эту семечку можно сбросить на голову своему врагу и его расплющит сервер говорит что без контекста это как будто морутопия 2 я я перевела написал патологик но это мурмору т.д. сергей у нас все-таки стрим по мультфильмам поэтому но здесь такого не будет есть здесь такого не будет и кстати так даже а затем птичку ты собираешь для того чтобы потом на ней по идее как бы можно лететь но здесь на птичке не летают смысле именно лерва такого нету увы или к радости потому что я чем был бы настолько хардкорен чтобы на нем забросили ну как типа на самом деле это наверно не очень хорошо то что здесь такая сложность потому что для кого тогда такая игра сделана она конечно клёвая красивая но для детей цепи для взрослого человек сложно типа не то что да вот именно поэтому как бы у меня был такой вопрос для кого-то в принципе игра сделана кстати еще один момент я нашла вот эту собирательную машинку если тоже кто помнит мультик начинался с неё вот и она здесь тоже играет свою роль в нее можно влезть и за нее засчитываются короче убившиеся об нее враги засчитываются как убитой золотой ягодой то есть они больше не респавнятся господи слишком много геймплейных фич активы и я столько в обычных играх сейчас не вижу какой ты курс пояс один прости господи весьма неплохая я сказала не чита даже русалочки в которую правда тоже играла единственная вот я кому-то краска все кстати про игры диснеевские там если что если что в бог добавили disney's hercules если кто помнит это тоже игра с ps 1 по мультику который геркулес вот она была забавненькая но она была достаточно простенькая коротенькая но в целом неплохой единственно она была архишакальная и импортировали на компы но там что-то разрешение было 300 на 100 что ли и в общем графе и пиксели прям глаза архишакальная хорошо но в принципе почему почему бы не поиграть страница была достаточно неплохая да и поэтому если у кого-то есть желание словить ностальжи то добро пожаловать до гог вам позволит вспомнить детство полина между прочим предлагает тебе русалочку на следующий стрим нет 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 во первых слабый графон совсем слабые во вторых она проходится часа за два полностью и она совсем простая она конечно прикольная чисто по воспоминаниям папа тоже ностальгию пощупать почесать но нет есть страшная вещь скажу я русалочку не смотрю до сих пор не у меня это посмотреть у меня не случится такого что это посмотрю такой знаешь приподнятые бровка я правда не умею одну бровь приподнимать уже стрим удался на 10 поднимать и типа я я не буду знаешь так такой сидеть типа ну конечно ну конечно не ральф конечно ну конечно ну она конечно не ральф но ей надо немножко давать скидку на то что во первых эта игра в какой-то мере по книжке андерсона минимальной конечно степени но все равно во вторых это все-таки мультик детский совсем детский не читав лику вот например и и типа единственная такая стремная сцена которая там была эта сцена с урсулой и там просто и на самом деле очень верно отметила что есть подумать фликты на самом деле не собой детский быть в истории то есть не то что не детский это один из тех хороших типов мультфильмов которые смотрят и взрослые дети и типа и дети найдут в нем свою прелесть и взрослые для себя выделят какую-то интересную иногда более чем интересную мысль при том что это будет два по сути разных мультиков потому что дети подсмотрят просто типу муравейки муравейка бегает и там принцесской они другую руку полюбили и дети краснете там говорил про холокост мы сейчас будем загружаться в пушку я ничего не говорю знаешь если поменять скажем так если если поменять саранчу на нацистов а скажем так вот а вот каждый стрим я рано или поздно начинаю говорить про нацистов типа это вообще муравьев поменять на евреев и как бы это все повернется в довольно неожиданном контексте вот возможно это имелось ввиду ну или как любой фильм про революцию господи это же этот мультик про революцию рейд откупил геркулес ок где мои десять пациентов опа я где-то профакатила одну штучку флагитет тема резко поменялась потому что как обычно просто что происходит только что мы говорили о том что детские мультики в первую очередь инструмент восприятия который помогает какие-то основные такие вещи в стиле того что нужно быть добрым заводить друзей и ценить дружбу и все резко переходит в холокост нацистов просто отсылки к единая сбору там и терпорит это и десятки это это эти стримы это 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 underground так что флагитет все как надо так это же человек палочка это же этот человек палочка собрали собрали птичку и уровень по суну ты без счетов сейчас выходила нет что ну я говорю там очень много врагов которые респавнился и просто чтобы вот так вот я могла спокойно болтать с тобой не заботясь о том что он меня будет помирать каждые две секунды мне было проще чтобы меня кусали и я автоматически лечилась чем чтобы потом еще бегала туда за лечилками обратно и так далее типа я на самом деле что мало катсцены вижу их как бы их просто нет или ты их сыске скипуешь или что катсцены выдаются за полностью собранные по моему то ли зернышки то ли за собрана нет за полностью собранного флига дают жизнь или за всех врагов убитых золотой ягоды дают мультику сейчас не помню честно говоря здесь понимаешь вот в это вот 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 в это вот лучше играть а не смотреть мультик лучше посмотреть отдельно потому что здесь перевод это гасите свет это максимальный на нем не было денег у людей на команду и желания не было и ну что может убить это зато сколько висели сколько немов полная пояса периодически утягивают но здесь очень большой на самом деле если вещи меня сейчас сверху нам надо бойскаутов подобрать чтобы они потом смогли запускать пучку а для этого надо подняться на дерево то есть по сути собираешь бесплатную рабскую силу для того чтобы они запустили ту рабскую детскую силу рабскую детскую силу так мэтт фокса лайф посмотрел рецензии к данной игре и что же он может нам сказать что встретили игру крайне прохладно местами даже негативно обычные пользователи играют игру ругают игру за геймплей за музыку и за что-то прочее да тут один из лучших саундтреков он мне вообще-то висит в отдельной папочке я просто переслушиваю периодами да это говнари которые вы как и когда там это вышел в каком году она вышла но она по-моему вышла едва ли не сразу как мультик вышел ну то есть в районе там девяносто восьмого девяносто девятом году просто еще не знали про ту игры как бы нет типа сам мультик если я правильно помню получил по моему оскар как раз таки за звуковое сопровождение за музыку по моему или за лучшую песню что вот из такого но он еще и бомбану тебя там же выходила два мультика там выходил еще муравей аанс который блин никто никто не помнит уже смотрела я его достаточно неплохо даже помню но блин я не знаю ему что-то не хватило то ли прорисовку у него была стремная то есть там сам муравей был достаточно стремающий ну там графен был такой он довольно такой странноватый вот и там мультик был по моему еще более не детский потому что типа там чувак я своих ног не чувствую а у тебя их и нет и классика битии да да и только там это еще добавок утрированное и это тоже муравей и в общем аааа ну не знаю короче ну что кстати странно бюджет у уланса по моему был раза в два в три больше но при этом графен выглядит раза в два-три хуже типа поэтому а в мультиках графен нужно меня больше прикалывает что у нас опять же локализаторы блин с этим мультиком поприкалывались что они а как они перевели муравей анс они его по моему перевели при том что главного героя зовут зетт и то что анс вот это вот оно вообще как-то не к силу не к городу вообще по знаешь учитывая что анс это типа помню это то ли это ведь муравей по-английски да то есть мы сказывается муравей муравей он получается ант з написано и получается что он n z а z это как бы главный герой муравей след но у нас просто муравей 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 у нас это просто анс вот и все ну ну и хрен с вами славяне не по тупой славяне не поймут сравнивают какой анского я розе помогает каждый грёбаный в каждой грёбаной игре ну извините здесь она была в муниципе господи от времени все еще выглядит достаточно отвратительно типа я его так мэтт фокс продолжим мэтт фокс провел без пяти минут целое расследование поэтому можно сказать что наш стрим в первого на нашем стриме чат был настолько активен насколько это возможно ну как сказать из того что я вычитал сравнивают с гексом ящерицей маскотом из консоли 3do и пишут гекс ящерица это маскот какой-то консоль гекс 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 что я могу сказать возможно я не зря не на гемфак и подобные говно сайты населенные ущербными людьми которые выражают свои мысли как инфантильные дети но каждый игрожор в душе как бы инфантильный ребенок как говорил точнее как мы видели по некому антону логринова поэт вполне себе нормального люди возможно просто не оценили достоинства когда она только вышла но то есть сейчас вижу учитывая что сейчас 2019 века у нас тут как бы каждая вторая игра супер горафены чуть ли из монитора не вылазит вещи типа даже сейчас меняется достаточно впечатляет для того чтобы заинтересовался да и геймплей на типа это все выглядит довольно довольно неплохо платформер экшен платформер клево миссии разные геймплей большой звук тем более она выглядит довольно тем более все добренькие посмотри на этого жука он улыбается типа все еще еще клево даже паук же босс паук в этой игре ваш помощник поэтому как ее можно ну ладно любить слишком большой можно хотя бы не радоваться тому что есть такие игры поэтому критики просто как обычно ничего не поняли кто они вообще такие кто их вот где эти критики нафиг этих критиков просто читайте то что я писала тогда в обзоре и понимаете что там мой обзор максимально нет не то что именно объективен он просто максимально расписал все что есть в игре и я постаралась это все отразить что-то там гифки добавила что-то ссылками ставила в общем да поэтому читайте люба шизоид хьюман на стопгейм точка ру и ставьте плюсы господи у нее постоянно у нее не так много плюсов можно было больше он снова должен выйти в топ и быстро он не сможет выйти в топ и потому что он старый мэтфокс найди и выдвинь в топ это же программист шизоид ты же написала классный обзор я когда был нормальным даже заплакал в конце ты будешь продолжать писать? спрашивает снова мэтфокс ты заставляешь людей плакать от своих обзоров в хорошем смысле абсолютно не факт на самом деле просто практика как раз таки что меня сподвигло то по сути написать именно про эту игру о ней никто не знает то есть когда начинают вспоминать игры с первой пс вспоминают спайра вспоминают краж бандикута сайлент хилл из чего-то более такого взрослого там резидент и вот это вот все да ни один человек на моей памяти вообще практически не играл во флик и даже не знал что такая игра есть самое прикольное что мне эта игра тоже досталась по случайности она просто была в коробке с самой пск мы покупали пску с рук и вот в ней был он рейман и что то еще вот я сейчас честно не припомню что там было вот и у нас ее не было у нас ее не продавали поэтому как бы если бы она мне вот так вот не досталась коробочка я бы никогда не узнала об этой игре и не смогла бы рассказать вам про нее например вот поэтому как бы у меня было максимальное желание поделиться с людьми вот этой вот иглой то что она есть то что она клевая и то что она не заслужена на мой взгляд вот так вот ой-ой-ой-ой то что она вот так вот не заслуженно как бы была да даже не забыто она просто была обоедина я не знаю как правильно склонить это слово вот то что ее просто обошли обделили вниманием абсолютно и максимально полностью насколько то можно было сделать и потому что она этого не заслуживает да типа не совсем этого понимаю поэтому как бы вот я решила именно о ней рассказать и ты будешь продолжить писать если будет еще какая-то игра которая вот так вот смогу и захочу поделиться со всеми то почему бы мэтт фокс год главное жди и найдись либо подкидывай любви игр которые могут заинтересовать вот и тогда она напишет еще один блок и мы идем и ты поставишь свой плюсик а вот кстати та самая птичка которую мы собрали частям боли ну это топ это же топ горофен мне теперь обидно почему люди 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 тупые это опять же как с психонавтами никто не покупал а мы теперь психонавтова 2 ждем 150 лет точно так же как эта игра она типа ну я в нее сам не играю типа я понимаю что я бы в нее вряд ли стал бы играть потому что она больно сложная но типа ну комон пишем в уков чтобы не перевести вот тогда ты даже можешь что-нибудь говорить еще интересного такого а а есть вот такой вот забавный уровень если кто помнит там вот этот вот слепень тогда докапывался до божьей коровки не помню как фрэнсис по моему что ли его звали вот и поэтому твоя задача сразиться со слепнем в движущейся консервной банке это у нас работ нет типа то как а музыку к этому леву знаешь кто писал то кто писал музыку для краша бандику там секунду я даже вывернул вывернул звук стрима чтобы послушать ай-яй-яй ну блин это же маленькая локация ты чего фпс отжираешь то так звуки хоро эту сцену ставил новым пишет сергей рейт это не меньше надо к этому спорю на самом деле кажется мы немножко недооцениваем то насколько офигенно выглядит вот это как это сказать ну типа вот как вот в этом маленьком мире смотрится вещи вот типа из большого мира потому что там вот все в банке происходит в которой вроде бы обычная баночка а тут это все настолько эпично выглядит так у Оши Зоид и Денис пишут снова Матфокс Лэйв кстати флагитю замечаешь что похоже на Алису на какую именно Алису я знаю есть какая Алиса вот это это могиле какой нибудь еще Алиса Матфокс Лэйв снова господи просто просто сочится вопрос на Матфокс какой ты молодец мур-мур-мур тебе какая самая страшная игра для PS1 по твоему мнению типа я не знаю я не помню для PS1 или не для PS1 вот я играл в фотофрейм и было страшно вот нет кстати подожди подожди вот я короче когда был совсем звездюком типа я был я растил у бабушки и у нее была ну не у нее была ну ладно у нее была но она ей не пользовалась у нее была первая плойка и на этой первой плойке был куча Егор но так как Денис молодец так как Денис прекрасно понимает что ему лет шесть и типа ах ты ж зараза почему бы не поиграть во что-нибудь то что подходит шестилетнему ребенку я тогда в первый раз запустил первый Resident Evil и для меня это оказалось настолько глубоким пронизывающим со всех сторон впечатлением что я всю ночь мне после игры мне всю ночь снялись кошмары и это оставило глубокое неизгладимое впечатление на моей психике еще на долгие долгие годы возможно поэтому я теперь такой дикий фанат резидента даже кинсов сразу а я забыла об одной механике которая здесь блин происходит здесь если ты помнишь можно найти золотую ягодку которая тебе дает плюшки и медальку и шотает неплохо я ее нашла но я забыла что этот засранец слепень кидается синими Sudden чтобы сбить а больше ты золотую уже не подберешь и тебе надо как-то уворачиваться от синих ягод ну, ты пока тащишь довольно-таки мэттфокс Люба ответит на твой вопрос как только она победит она победила Люба, какая самая страшная игра на shooters на track 1 вопрос хороший Но, как я и говорила, у нас не продавались какие-то страшные, серьезные игры. Я просто могу сказать, что меня достаточно пугал вот флик своими вот этими саранчами, которых нельзя было изначально нормально пройти. И впоследствии неплохими умираниями. И можете ржать, но есть игра, как раз вам Полина напоминала про русалочку. И, кто помнит, там есть Урсула, Моргана, то есть все вот эти вот антагонистки. В общем, когда там есть один уровень, где тебе надо очень быстро уплыть от акулы. Если ты не уплываешь, то она тебя как бы делает ам-ам-ам-ом-ом-ом. И у тебя просто на весь экран выплывает такой, знаешь, черный экран. На черном экране, значит, изображение Урсулы и ее вот этот адский смех. То, что типа а-а-а-а-а-а. И, короче, она уходит в темноту, и у нее вот остаются вот эти вот два глаза только, которые на тебя смотрят. Блядь, это было настолько крипово и кринжово, что я старалась не умирать и что-то делать. Или отказывалась от игривающего, я не знаю, мне было... Я была очень впечатлительным ребенком, и остаюсь до сих пор. Ну, и не забываем все, что одно из самых страшных, в принципе, пугательных средств для человека, это когда ты от чего-то убегаешь. Да. Тогда очко сжимается вообще до размера. А самое прикольное, что это тоже, по-моему, второй, что ли, уровень. Там она находит вилку, и после того, как она ее поднимает, короче, там показывают, значит, что акула, и от нее надо вот плыть, зажимая ускорение, да. И ты просто чувствуешь. А у меня начинает сжиматься жопа, и там вдобавок есть такой момент, что прорисовано все, ну, письма так себе. Это 2D-игра, поэтому вид сбоку, и там это прорисовано немножко так себе. Я где-то цепанулась, вот, как раз-таки, за выступ, и не смогла нормально выплыть. У меня акула дохавала. Ну, флагитес, ну, это круче, чем вкула вктууху, потому что вкула вктууху, как бы, ну, ты что там, дверь запер, и дальше бегаешь. А такую, а такую дверь не запрешь, поэт. Ой, что-то здесь совсем плохо как-то с фпсами изначально. Да, ну, видимо, просто после начальной загрузки. И, кстати, вот еще один кузнечик. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, которого мне надо добить, если что. Ну, ты прям побослаешь. И он дикариот. Если помнишь, это этот, который, который, господи, в русской локализации был Чебурашко. Кто-то думал его назвать Чебурашко, он Тампер, оказывается. У меня тогда вот тоже диссонанс, потому что, типа, когда загружаешься, тебе показывают, победите Тампера. Какой Тампер? Его звали Чебурашко, алло. Не канон, что за фигня? То есть, ну, в общем, да. Это была адаптация. Да, адаптации такие адаптации. Тем более, как Тампер переводится? Как это вообще можно адаптировать? Я не знаю, есть у нас тут знатоки английского языка. Так, знатоки английского языка. Может быть, они скажут, как это переводится. Так, сейчас мы пойдем ему бабахать. Кстати, локация тоже должна быть знакома тем, кто смотрел мультик. Это как раз-таки зал суда над кликом. Вот здесь вот кафедра, где сидели все муравьи. Только сейчас на скамейке подсудимых Тампер. А-а-а, твою мать-ка, моры вокруг Тампер бегает, да. Мы устраиваем здесь бойню, поэтому нормально. А еще он зикарует. Я не знаю, насколько вам это слышно. Но у меня он орет. И я, как самый счастливый человек, на время не слышу ничего, кроме чего его голосочка, поэтому нормально. Но ты почти победила. Опять же, ты типа, в принципе, довольно ловко как бы со всем этим обращаешься. Просто я на самом деле не собираю все остальное. Здесь мне приходилось обычно сложнее, потому что типа я пылесосила всю локацию, а здесь у тебя как бы босс летает, который тебя периодически делает кусь. Целая орда комаров, которые постоянно возрождаются, и тебе делают кусь. И ты еще бегаешься и пытаешься собрать. Так, это был один из боссов. Джерри Флинн, здравствуйте снова. У нас есть вопрос. Смотрите. Как бы вы локализовали имя персонажа Тампер? Тампер. Как бы вы его локализовали? Чтобы вы понимали, русские переводчики локализовали его как Чебурашка. Что ли? Типа Тампер? Типа Тампер? Да, где-то вот так вот. Джерри Флинн, это... Я знаю, это сложная задачка, но мне кажется, вы справитесь. Потому что наши перевели как Чебурашка. Еще Мэтт Фокс отмечает, что в блоге нужно будет обновить видео, так как видео с треком было удалено. Вот говнюки. Ладно, хорошо, надо будет. Потому что, ребят, я не знаю, насколько вам сейчас слышно то, что у меня здесь. Но на самом деле здесь проблемно нормально послушать, потому что просадки FPS иногда очень сильно зажирают звук. Вот. Но, блин, я потом скину в оба чатика, которые... Эти дискордовские саундтрек из игры, и просто вот... Просто послушайте, он слушается отлично даже вне игры. А саму игру он поддерживает более чем замечательно. Он как раз таки уровень, где мой любимый саундтрек из всего саундтрека. А, подожди, а там же, там, типа, вокализованные песни, или там просто... А там не песни, там просто музыка, именно сопровождающая Ост. Так, все после стрима ценим музыку. То есть, вы понимаете, вы на YouTube смотрели лучше потом. Главное, мне напомнить об этом не забыть. Долгоносцы. Я-то напомню. Слово тоже прикольно, как они... Ну, блин, здесь достаточно разнообразные враги. Ну, здесь, кстати, и локации даже какие-то эти... Ну, это вроде бы все одно и то же, типа, какие-то там... Или леса-подлески, но при этом всего где-то... Вот, смотри, изначально у нас идет муравейник, тоннели и первый босс как раз-таки тампер в том зале. То есть, это же идет все по именно игре. Вот. И именно... Так. Забрала. И получается, что... У тебя тоннели муравьиные отображены именно по-своему. И там темно-синие тона. Сам муравейник природы вокруг него показан и тоже достаточно разнообразно. Там разные цветы, растения, листки и прочее. То есть, там есть этот чаша для... Господи, как его... Для подношений, которую они там наполняли. То есть, такие вот мелочи именно, которые были в мультике, вот они отображены. Учтены. Ну, то есть, в принципе, нас прям проводят таким галопом по самому... Ну, по самому такими графонистыми местами. Да, вот. В принципе, после этого, да, у меня еще остается немножечко времени... Ой. И чатик подсказывает, что абсолютно идеальной адаптацией слова тампер было бы полотун. Кто? Полотун? Полотун. Интересно. Ну, он звучит более угрожающе, чем Чебурашка. Да, пожалуй. Да и какой он Чебурашка, он там, дурную, сожрать пытался, блин. Чебурашка. В общем, не знаю, что двигало нашими локализаторами. Как всегда, в очередной раз просто поражаюсь этому. Вот. Ну, да. Ну, это как обычно, because, fuck, you, как бы. Чем-то, как они перевели, не нравится, не смотри. Так, сейчас не попасть в сетку синокосцев. Как молотенчик из массива, блин. Господи, фу, это сороконожка отвратит. Ээээ. Убей ее, я не буду на нее смотреть. Убей ее. Это не сороконожка, это паук Сина косят. Убей ее. Убей ее быстрее. Господи, какой он отвратительный. А он еще и в тебя паутинками, если что, плюется. Разве ты видел его вообще? Это фу. потому что пауки должны быть в каждой гребаной игре как мы знаем но нет рози то ладно но вот эта штука длинным мерзким ногами нажати по вот это как знаешь играешь в неоха там есть тоже пауки они обычно на потолке сидят если его не заметишь они то что такие с длинными мерзкими лапами они прыгают на тебя сверху просто вцепляется тебе в голову и начинают делать лапами всякие мерзкие штуки и в первый раз когда это увидел я просто отбросил геймпад и такой нет все до свидания да я приехал ведь меня хватит как бы этих пауков шизоид как тебе советский мультик путешествие муравья пожалуй советский это один из таких самых любимых мультиков но он конечно тоже там посыл достаточно забавный был конечно но почему бы и нет и мне он вполне себе нравился самое лучшее самое лучшее молодежь это классика это знать надо все кто не смотрит что было знаешь у меня была печальная история с этим их молодежь ай блять а я забыла про эту хрень меня сейчас каштаны будут падать ну просто фаером за холл без пяти минут здесь вообще капецкий фары за холл потому что этот большой каштан падает из него вылетают маленькие типа тебе больно муравьиная маха бич господа девушек вы увидите в общем так что я там говорила насчет муравья то что у меня была печальная история с этим муравьем и с этим мультиком потому что первым классе на уроке рисунка нам как раз таки задали нарисовать ваш любимый мультик я рис и я решила почему бы собственно и нет то есть мне этот мультик нравится хочу его я взяла и нарисовала еще и подписала его как комикс сделала и подписала вот цитатками с вот этим вот их молодежь там типа у него еще было так солнышко скроется муравейник закроется вот этот все в общем то есть подписала вот это вот и и что-то гусеницу эту визжайшую тоже нарисовала подписала ученицы было клёвое в общем мне за это поставили 4 знаешь почему потому что комикс это не рисунки но вообще-то потом господи фу еще одна убей ее убей ее убили где-то как мы все знаем все 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 не искусство что не пейзаж поэтому на блин все господи фу серега понимаешь просто эти совковские учителя не и как бы они не выходили из своей хрущевки на протяжении до на протяжении пятидесяти лет и поэтому книжки с картинками для них до сих пор остаются книжками с картинками они начало свои гомиксы читают том как говорится в это самое долбится поэтому нет ничего удивительного зато где теперь комиксы зато где теперь комиксы господи какой натурал он еще так ходит мерзко вот этого я чуть немножко не ждал джерри флин понимаешь типа комиксы нельзя воспринимать как произведение искусства потому что ну типа ну 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 же ну камон ну типа это живучи это же учителя они воспитаны по определенному паттерну эти подальше него не увидят поэтому вообще-то как минимум люби можно было поставить пятюню хотя бы зарегла на ты не оценил комиксы но это хотя бы оригинально там в отличие от остальных малолетних ублюдков которые там рисовали типа я не знаю ёжик в тубаде а люба замутила комикс за 15 лет до того как это стало супер хайповым типа ну кому то есть человек практически предрек а тупые учителя как бы вот между прочим вот если бы не тут учитель сейчас бы сидел бы и комиксы рисовал и между прочим ты смеешься вполне возможно но у меня был один момент который как бы мне попортил мою художественную задумку и карьеру в будущем возможно потому что как сказать в общем когда папа сказал что типа ну ты не видишь нормально оттенки цветов ну и какой из тебя нахрен будет художник на этом моменте я примерно и забыла забыла забила и и прочее и сказал что всегда можно в мире совать идите нахрень короче его нет вообще серебро вообще есть вообще я серьезно говорил типа это вам полнадцатую вот так вот детские мечты разрушаются из-за каких-то взрослых которые не могут быть не не могут дать ребенку просто сделать штуки которые завидуют детям иногда на самом деле ну как бы сейчас ты смеешься но часто бывает так что взрослые действительно завидуют тому что их ребенок это может они это не могут они пытаются убить это собственном дике ну это прям эгоизм вообще типа чистой воды ну то есть меня не пустили в университет на дизайнера со словами типа нам не нужен еще один художник в семье потому что у нас мама его типа закончила и нахрена нам нужен еще один художник и психологи я сижу короче я рассказывал своих детских травмах блять теперь нормально да ты хотя бы теперь их можешь объяснить так мы токс тебе шизоид есть sfм с новара можешь через blender арты делать да верда и боже и мы токс у нее скорее всего не было нормальных одноклассников посидеть и ублюдки которые как только ты выбиваешься из основной серой массы начинает тебя гнобить это жечь а тучи вот этот человек типа комикс нарисовал дрожжу вы на дуку и тучи самым есть углу нет на самом деле все испортилось после того как я сказала что мне очень нравится мультик ключи мы еще и во дворе в него играем меня окрестили ведьмы и типа со мной потом не общалась вся школа господи что злите люба ты работал в специальности спрашивает рейд это ты живешь прекрасной стране где уровень выбрала где-то хрена этих паучков которые тебе не нравятся ну просто уровень тоже забавный тем что это это город то есть любая зашел в город любая теперь очередное доказательство того что ты встретилась с замечательными людьми в том что джерри флин тебе пишет она теперь хочет увидеть твои рисунки и она уверена что они бы были очень хороши если сможешь когда-нибудь вернуться к этому будет здорово но вообще я всегда был путей ты мне тогда скинь потому что я всегда на самом деле типа восхищалась людьми которые умеют рисовать потому что сами рисовать совершенно не умею учиться у меня не получается потому что я тупой и поэтому все люди которые умеют клёво рисовать типа обычно это все заканчивается тем что я их практически начинаю терроризировать и такой типа нарисуй вот это нарисуй смотри как я клёво придумал теперь нарисуй не просто на самом деле прикол был в том что я несмотря на то что на дизайн мне было заказано идти от родителей я все-таки пошла сдавать творческий экзамен и как ни странно я сдала на максимальный балл если что но при этом рисовать голову там но смысле тренировочный рисунок там голова скульптуры вот это вот все вот если что нарисовать голову я там что-то смогла за пару часов и она даже была более чем похожа у меня большая проблема была со штриховка чем совсем остальным нет блин с этого уровня надо выходить потому что мне фпс и совсем пожрали из чего мы делаем вывод вот что тебе нужно хотя бы время от времени рисовать твоя как из-за краски в твоей крови господи или как это сказать но это же клёво типа вот знаешь вот очень сильно иногда не хватает того что ты что-то придумал и не может визуализировать тип в голове это все прекрасно визуализируется от типа ты сам как бы криворукая чмой такой ну я же так клево придумал а ты может и такая сидишь такая тип вот как я кого придумала их опыт нарисовал изи же и джерри флин все-таки просит тебя поделиться своими рисунками поэтому мне ей в личку быстро сейчас мы мы с джерри флин обождем как говорит обязательно но в принципе но я бы посмотрел мне нравится клёвые рисунки у меня было подумать было типа было есть подруга которая мне рисовала прям офигенные клёвые открытки постоянно типа я тогда писал что-то типа книги чтобы я запустить смогла это как раз таки тот самый уровень где полет с принцессой а ты по руслу реки где в тебя будут лить дождик периодически вталкиваться хоппер и короче да либо ждем убер скилла а вон еще здесь еще подниматься надо очень быстро прожимая крестик шикарно стоп тогда тем более ждем супер убер скилла вот где-то лет в 19-20 я как это как и все молодые будущие педагоги филологии писал книгу я делаю вы сейчас не видите я делаю руками кавычки книгу вот и так как и этим очень заинтересовалась одна моя подруга и в все что я писал она типа рисовала по итогу у нас получилась какая-то странная смесь книги и комикса типа она мне как когда я когда мы как бы расходились она уезжала в свой город она подарила мне открытку на которой был нарисован главный герой моей книжульки он выглядел ровно так как я хотела увидеть как ты это угадала а мы с фоксом свою постсоветскую реальность серые хрущевки побитые дороги и девушку путеводный указатель который выделяется на фоне всего этого многоэтажного убожества мэтт фокс ну это на самом деле это это на самом деле достойно уважения потому что как минимум у тебя есть концепция и идея которую ты реализуешь я надеюсь ты клево рису все должны клево рисовать и как правильно отмечает флаги телос вокруг него всегда были крутые художники и всегда им завидовал как и я нет бы нам с тобой систем научиться рисовать да нам намного проще задоминировать этих художников чтобы они на самом деле вот это вот просто возьми сядь и нарисуй это я бы сказала такой себе мотиватор как бы потому что очень часто много нюансов там вот это вот все этому этому все равно приходится рисовать рисовать учиться и запоминать очень много поэтому с первого раза это все все равно не получится как бы подается это так что типа ты просто сядь и делай смысле это же в конец уровня применять не сожрали в самом конце нормально а чё ты люба рисовала но типа не считая задание типа что ты сама лично мне нравится на тот момент цитата смерти допустим между рисунка два или три с видами лайтом кстати время мы еще можем минут 15-20 посидеть как бы мне кажется чё тик если мы посидим еще 15-20 минут как бы мы все не против если мы все против то мы конечно закругляемся если мы все не против того мы все не против у меня была перерисована девочка алиса с кроликом из monkey pet shop of horrors иногда что-то такое свое рисовала ну чисто так вот и из головы там был как-то конкурс в одной мамошке на форуме этого этой мамошке о том что господин мама я не псих у меня были справа я не псих меня мама короче там что-то типа проверяла или что-то вот такое и в общем надо было нарисовать что-то максимально шизанутая но в рамках дозволенного я туда что-то рисовала там мечет был какой-то поток из бабочек растущие деревья какими-то там тентаклями в общем весело было ну прям фантазия потекла рекой ну да то есть у меня просто не было никаких ограничения поехали и флагитис пишет что хочет спать но стрим классный на флагитис нет еще 15-20 минут то посиди и потом просто я показала все что мне хотелось поэтому даже не знаю можем на эту я напоела подсосе поэтому решила здесь да я думаю что пора уже тем более если люди устали хотят спать и так далее поэтому я думаю на сегодня хватит я показала свой игру ли я максимально довольны надеюсь остальные от этого тоже максимально довольны скажи скажем свое прощальное слово возможно речь все-таки между прочим и любопрофессионально провела стрима это между прочим не так просто как может показать у меня все тряслось где-то там внутри наверное даже до сих пор трясется я честно говоря не знаю что можно сказать заключение смотрите мультики игру 200 нет смотрите мультики играйте в игры и не бойтесь побаловать своего внутреннего ребенка никогда его не закапывайте не убивайте и и и не обращайтесь с ним жестоко потому что а зачем потому что когда ваш внутренний ребенок умрет вместе с ним умрете игру и да и на этой ноте пожалуй можно и закругляться все-все-все спать быстро тем спать время видео ты цинком плюхтером сидят поэтому до новых встреч до скорых встреч до новых встреч мы с вами обязательно будем где-нибудь всем пока как-нибудь потом